Летчица была, сбили, потом пошла медсестрой работала и внизу. Внизу были очень большой поляна. Наши отсюда немцы, а немецкие три дезоти там стояли. Внизу, вверху и здесь внизу, возле речки. Оттуда хотели пробить немцы, и там вот так, и наши немцы, прямо вот штыками, один другого, один другого и все, лежали. Ой-ой-ой-ой, сколько норов там, пищечами лежали внизу полями. После войны сразу похоронили. Вон какой памятник нам ставим. Деньги собирали, по пятерке люди давали, плакали, все равно давали. У нас были Будённи Ворошилов и Тимошенко. Да, к отцу пришли. Отец всю жизнь пастухом был, он все знал. И все переходы писали, все рисовали. Я еще помню, меня Будённи вот так взял, на Ворошилову лошаду посадил. Здесь тоже до войны дом был. А после войны они не вернулись. От берега полетали на остатки. Деньги, где живет? Я, я пойду. Донел не рестал. Донел не рестал. Донел не рестал. Не ссорим. Не ссорим. Ага, я ваш. Давай, не ссоряйтесь, как себе дома. Считали, говорят, 31 самолет, говорят, бомбили, бомбардировщики немецкие. Ужасно были. Это не бомбежки, это полностью уничтожение людей. Да. Дядькин дом прямовой упал, бомба на дом прямо. И дети, и тетки, и матьки все пропали, умирали. Наш основной оборон был. Вот речка идет вот так наша, вот река Пшиш. Эта сторона наша была. На ту сторону немцы были. А, совсем близко. Немцы не могли заходить в село. Не могли? Не, не могли заходить. Потому что у нас, девочка, предателей не было. Саид, Эадир Миясы. Снимайте на виде кино. Миясы. Не надо сказать. А, в Верхе... Где предатель? Не надо это сказать. Где предатель? Не надо тебе. Это уже сто лет прошло. Прошло, но все равно кино будет снимать. Не надо. Да. Ну, были, вот, в Виши, вот, перевальный был. Назвали, село был маленький. Ханчжан был. Немцы зашли туда. Немцы зашли туда. И люди взялись в сторону немцев. А без боя их взяли. Это селенные пункты. А к нам вот эта речка не могли заходить сюда. Потом у нас был приказ, что выходите в сторону моря. Будет здесь весной сильные бои. И мы зимой, в январь месяц, вышли все, весь село вместе с детьми. Всеми, 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 всеми вместе. И перешли вот это основной гор. По Арам, дорога, черкесские аулии. Пустили черкесы и в сторону Адлер, Сочи, Лазаревские, все родственники были. Я как сегодня помню, как нам корреспондент читал лекции. Лекции. Говорят, дети наши, мамы, папы, все говорит, наши, говорит, уже, говорит, окружили Сталинград и сидят. Ну, все начали плакать, все начали плакать. Говорят, победа наша будет. Вернулись, а из улицы не могли выходить. Кругом были мини. Минирование было, весь село. А, ну, наш дом не полностью был разрушен, это. Разминировали, все почистили село. И все так, и мы начали жить. Вы сколько лет женаты? 63 была в прошлом сентябре. А сейчас вот сентябрь пройдет, 10-го будет 64, сынок. Да. А как вы познакомились? Мы на свадьбе. Я к кумам стоял в Шагумяне. К кумам стояли, смотрю. Два девочки бегут туда-сюда. Думаю, что за девочки. Я осторожил, что когда будет выходить и заходить калитку. Когда заходил калитку, я закрывал. Она говорит, кум, открой, пускай меня. Открой. Они с сестрой были. Я говорю, нет, так и так, девочка, я тебя любил. Так сразу и сказали? Да, сразу сказал. И сестра, старшая сестра была со мной. Потом они вместе пооднакомились тоже. И оттуда начался наша любовь. КОЛОСАНИЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте! Здравствуйте! Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Два дня, три дня ДимаTorzok 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 Говорят, мы собираем ДимаTorzok 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 теперешние бабушки, они же тогда естественно молодыми были, они все опрятные, все красивые. Забивкой волосы я помню. То есть как они еще находили на это время, не знаю. Но что хочу сказать. Они понимаешь, они не сетовали на то, что они в основном весь свой заработок отдавали государству. Я вот у мамы спрашиваю, мам, ну это ж несправедливо, у вас не было, много детей, вы должны были сколько-то килограмм картошки, масла к примеру, что вы еще давали, зерна отдать государству, чтобы поднять город, город же надо было кормить. Она говорит, ну и что? Так положено, так нужно. Мы спасали страну. Вот это меня больше всего поразило. Вот сейчас походи по домам, к примеру, спроси, дай что-нибудь в пользу государства. Ну доброй надо обязательно быть. Доброй обязательно. Я немножко детям подарю деньги по 50, по 30. Они дети это видят меня, сможет, вот так в глазах не дашь. Даю я деньги опять. А может вы будете с нами? Ева, дай мне камушек. Я дай мне камушек. А кто? Где? Дай мне, а мне? Он не отдал. А вот так сможешь? Нет, я отдал. А что надо играем? А то еще на Кире уже убили. Играет топ-педателя, он должен убить всех членов экипажа. И эти члены экипажа, их задача выполнить все задания корабля и узнать, кто предатель. Владик, когда надо убить, просто притрагивайся. Не надо какие-то улики найти. Войну убить. Не подходи ко мне. Уйди. 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 Владик, сильно не крути быстро. Я хочу делать собрание. Зачем? Зачем. Уйди. Я же знаю, что придется. Война, не играй. Эй, эй. А они что-то там? Убила. Убила. Вы пройдете тут? Я могу вам показать. Мы нашли там с нами магазин от автомата. И мы нашли даже диск от пулемета. Много чего с войны бывает. Возможно, даже сейчас под нами танк. Это без понятий. Возможно, под нами даже трупы людей тут лежат. Я не знаю. Но брат бывает хоть с металлоискателем, но у него не такой прям уж сильный. Бывать не может найти. О, лошадка. Бабушка только родилась, когда война началась. Ага. А вот надо было же прикрываться как-то. И они с мамой нарую сделали и там жили. Да? Да. Вакуум. Ну, сосед, землянка. Все. Да, Лёв, надо теперь про это вот. Наверное. Вот так. И крути, вытаскивай. Вот так. Не могу вытащить. Ну, да, я... Стоп. А, вот так, что ли, наверное? Нет, нет, нет. Вот так делай. Ну, все. Мы добились, чего хотели. Да. Раньше наши армяне по-турецки разговаривали. С братьями. Они когда в селе вечер или свадьба, они вот на этой каменча играли и пели песни на турецком языке. Думаю, а что они на этом языке поют? А их отец, старый дед был, смутно помню, он плакал, все время плакал. Он скучал. Он скучал по земле. Да. Он постоянно плакал. Тоже. Манат. Манат. Манат – это деньги, что на турецком, что на нашем языке. там все отзываются. Они говорят, вы затурканные армяне. Вы турецкие армяне. Они чистокровные себя считают, а мы амшинские, турецкие армяне. Они поэтому нас недолюбливают. Это просто простонародие. А так армяне есть армяне. Нет, но все равно они на самом деле нас недолюбливают. А мы что, любим? А мы тоже их не любим. Они нас армяне считают, говорят, русские. А они только сами себя считают, больше показушники. Показушники. Моего деда привезли с Турции, когда ему было 5 лет. Вот когда турецкая война началась, геноцид. Вот его привезли оттуда, и так и наш рот здесь произошел. Здесь оказались. А он помнил, как это было? Рассказывал? Нет, он в основном ничего не помнил, он и не хотел это вспоминать даже. Он воевал, он всю войну прошел, дед инвалидом, вернулся с фронта. Прямо с первых дней войны и вернулся только в 53-м. Когда Сталин умер, вот после того его отпустили. Сейчас, а ваше... Он в плен попал, как Сталин сказал. У меня же нету пленников, есть изменники. Вот он вернулся только после того, как Сталин умер, их отпустили. А до этого он, получается, был в лагерях? Да, да, да. Он в шахте был. У нас в шахте где-то. Я даже уже не шла, как он, да, он в шахте работал. Он вернулся инвалидом. Он на одну ногу хромал сильно. Но он ничего не хотел рассказывать. Он был очень обижен на страну эту, очень обижен. Он ничего не хотел рассказывать. И ничего не получил. Поэтому он ничего и не получил, и ничего ему и не дали. Интернет нет. Интернет может не ловить. Ну вот ватсап у меня ловит, только фотографии доходят. Если кто-то напишет или фотографии. Вот. Ватсап вот тут, то есть кто-то напишет, мне придет, а звонки не приходят уже. И то вот только вот эта точка. Вы сюда поставите, уже ловить не будет, все, связи не будет. это чисто случайно я нашла. Номер 65. номер 61. Номер 37. Смотрите, если квартира будет, говорит. Номер 18. 24. 24. Пожалуйста, 24. 24. 24 засты. Держи, я не забрал. Охренеть. Видишь, как ты сработаешь. У вас вообще нет интерпретарта? Вообще нет, у нас сотовой связи нет. Сотовой связи нет. У нас только стационарная связь. Точечная есть, где-то что-то ловит. То стационарную нам сделали в 2003 году. С ума сойти. Как же вы? Вот это же вообще на экономике. Мы уже привыкли к этому. Сегодня придет или завтра? Разве же нет. Пусть не придет. И до этого мы доживем, Лёшка идет. Обязательно. Куда мы денем? У нас стационарного телефона не было. Жили. Не доживут. Если с интернетом придет когда-то однополый брак и разрешать какие-то терзияни. Это все придет. Это же современность. Слушайте, я вам что хочу сказать. Подождите, я скажу насчет интернета и тему переведем. Я против интернета где-то процентов на 60. Почему? Потому что все будут в интернете. Все будут по этим сайтам ненужным, дети будут везде тыкаться. Вот эти вот всякие. всякие плохие сайты. Я очень боюсь, когда дети берут телефон в руки. Да, вы понимаете? И потом, и что, какое мы поколение отдадим в деревню, если все будут в интернете. маленькие, маленькие, маленькие. маленькие. Сережа, кормить. Вот так, это вечерняя кормушка, смотрите. Сейчас, как они будут употреблять. А, как там ехали? Мини-колхоз. Доходы вот на корма и на проживание. Вот и весь доход. кто работает здесь, делит и питается этим. Между собой поделили, и все. Пословие тут такое, знаете, где колхоз, там голод. Или как, как говорили кому-нибудь при коммунистах? Хочешь жни, хочешь куй, все равно получишь. А, да, да, да. Хочешь жни, хочешь куй. Водку делаем сами, вино делаем сами. Мясо у нас всегда есть. Вместе кормим, вместе зарезали, все разбили, съели. Продавать ничего не продаем. Ну, уголь продаем. Уголь продаем, да, карма нужны на такие маленькие вещи по-любому ж. На что-то, на что-то надо как-то. Восечка маленькая, она маленькая. Она выдает где-то около тонны угля, чистого угля, древесного угла. Загрузить день, выгрузить день и трое суток протопить. Семь дней? Ну, пять-семь, пять-семь дней. Нет, мне это помогает. Вот весна пришла, а работы нету. Сейчас вот все. Ну, нигде работы нету. А вот здесь вот есть. Чуть-чуть помогли. Мы знаем, что у нас седать заберут. Было четыре бочки, и все равно не хватало. Все равно заберут. Седана забирали. Сейчас одна, тем более, порвут. Ага. Классно. Ну, побережье сейчас откроется, всем уголь нужен. А угля-то нигде нет. Я вообще не русский, честно говоря, тоже не русский. Я болгарин. Да? Да. Ничего себе. Просто здесь занесло меня. Не, я русский болгарин. Я родился на Украине. Да? Вот так и толкать надо, а другого уже было. Ну, надо толкать, а вот, видишь, у меня вот рейтка мешает. Ага. Идет. 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 У нас поселковые депутаты. У нас Октябрьская, это, администрация Октябрьская. Единая Россия. Ну, деньги нам точно не платят. Ни зарплат нет, ничего, это точно. Чтобы внятно было. Люди, которые живут в отдаленных поселках, им вообще надо премию платить. Потому что они содержат эту самобытность. Вот они вот здесь живут, им надо, им не то, что надо их угнетать, вот понимать, куда бы они ни шли, что какие-то работы не проводили, им надо премии вешать на шею. Что они вот таких, никто этого не знает, пока вы 24 часа топить печки. Это смотреть за этими, за этими животными смотреть. Это все, все, все. Это очень серьезно в гараже. Люди, которые живут в гарах, им должны платить деньги. Света нету, подтянули рукава, мужики пошли что-то делать. Вода что-то снесло, мы стараемся что-то тоже делать, работать. У нас надежда только на себя. А что про Путина говорят? Ну, во-первых, я хочу, Юля, лично про него сказать. Это был мой, я в комиссии была, когда его первый, первый раз избирали. Пришла бабушка, никогда не забуду. А я в Туапсе сидела, прямо в центре, в комиссии. Говорит, Володя, сыночек, никогда не забуду. Сделай хоть ты для нас что-нибудь. Ну, что это такое? Ну, правильно, магазины пустуют. Ничего не... Помните, вот, один момент, как людям было плохо, зарплаты нету, пенсии нету. Сыночек, хоть на тебя одна надежда. Я никогда это не забуду. И я, честно говоря, тоже был безумный. Он нифига не сделал. Я была без ума от него. А потом поняла, вот с годами я поняла, что он мог сделать для своего народа. Мы живем в такой богатой стране, Юля. Прекращать надо всем, мы помогаем всем. Ирану надо, Ираку, на! Да ты своим помогай, у тебя пол России в лаптях. Пол России в лаптях, тошнит от этого всего, всего. Пол России в лаптях ходит, почему вы еще не сделали такое, что мы просто накормить их людей. У нас газа нет, мы живем в центре Краснодарского края. В Туапсе газа нету. В Сочи. Через Туапсе проходит на Турцию. И у нас нету. Через нас проходит вот Октябрьское поселение. А в Абшаронке, в этой несчастной, в Абшаронке загазифицированно по Кубани идет. В Туапсе газа нет. Что это такое, что газа нету? Вот ты столько газа, миллионами кубов, куба этими продаете газ, а в России газа нет. Нехватка газов. Вот вы скажите, когда, в какое время вообще в России, в СССР, в России жили люди? Я только знаю, что период, Брежневский период. Опять застой коммунистов. Рубль был рублем, 10 лет железно. Там 15-й. Вот в этот момент люди хоть как-то жили. Одинаково было. А сейчас ничего не поймешь. Вот недавно одного. Хотел там на дядю Володю что-то сказать. Обвинили по всем в Сатяме сидит. Как его фамилия Альбина? Ну, кого посадили? Кого отравили? Ну, быстро расскажите. Навальный. Кому он нужен, нафиг? Революцию хотел сделать. И что с ним? Сейчас будет сидеть. А выйдет, рот больше свой не откроет. Так еще сколько ребят зацепили? Вы следите за этим, нет? Ну, да. Сколько ребят попересажали? Никто против. Да, ты что, это машина власти. Раньше, вот когда, вот когда 3-4 года, 3 года назад Росгвардия вступила в силовое действие, у меня сразу было такое, что вот просто на душу, что эта ситуация возникает для того, что человек начинает бояться. На что-то идет серьезно и боится. Ну, это ж при царях обречные, помните, читали все обречники, были. У царя была личная войска своя, опричина 300-400 человек до 500 человек, которые только непосредственно касались, командовал только ими царь. Вот это вот все, все, все идет по своим волнам, река протекает. Вот сейчас у нас Росгвардия, это которой непосредственно только подчиняется дяде Володе. Что-то говорят депутаты в Единой России. Необычно. Не, ну а как? Вы поймите одну вещь, у нас народное выбирание, будем мы выбирать, не будем выбирать, ну, все равно как-то. Ну, все равно есть такие активные ситуации, которые с Путилем, хотя бы войны нету. Давайте вот просто, ребята. вот когда он заступил, да, там, там говорят. но он много за ней ответил. Я вообще не против, вот как Навальный его обвиняет, что у него там делит житель, отель. У моих друзей отели есть, они бизнесмены просто. А почему у Путина не должна быть отель? Я вообще не за то, что что-то есть. Я за то, что моменты есть, которые с пенсией он не справился. Ну, вообще на двойку. Наши дедушки, бабушки свои жизни поотдавали. Если придется, мы все равно уже не отступим. Нам уходим, мы же не поедем в Германию уже. Ну, пенсии 10 тысяч, это не стыдно. Мать моя всю жизнь проработала 10 тысяч платят. Я так вообще не получаю. Нет, вы вот представьте, что это вообще, что за измена? Памятник делали, потом племяннику говорю, вот Эдику отца и с Эдиком. Я говорю, Эдик, все хорошо. Раньше до войны сколько усилений было, только у нас было в церкви. Терзиане, возле Клайбища. Церкви надо, я не могу без церкви жить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, заходите. вот построили. Это основной Эдик, я. Оно, поставь, чтобы изгорел. сколько мучились, медикам построили. совет не помогал, райисполком не помогал, что на памятник помогали, а на церкви не помогали. я привык, я без, не могу, я утром встану, утром сразу крестю на себя и прошу, чтобы держи крестей, чтобы было все хорошо. мы маленькие были, маленькие. Кушать, сидим к столу, бабушка без крестя ложку не давала. Крестите, сберите ложку. Да. Я, я привык всю жизнь, всю жизнь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok